Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на Ньюсейдер. 4 апреля, понедельник, 40-й день войны, вечер по Киеву. Российских захватчиков, облучшенных в районе Чернобыльской атомной электростанции, ждут страшные мучения. Об этом заявили ученые, специализирующиеся на лучевых болезнях. Учитывая данные украинских властей о том, что зону отчуждения без всякой защиты пересекли до 10 тысяч единиц военной техники россиян, масштабы заболеваний и смертей от радиационного заражения среди интервентов трудно представить. Их может быть до нескольких десятков тысяч. Количество дней, которые остались в запасе у каждого из оккупантов, пересекших токсичную местность, зависит от объемов подхваченной дозы в каждом конкретном случае. По данным белорусских СМИ, как минимум один из вторженцев уже скончался и еще 26 оккупантов находятся в тяжелом состоянии в одной из гомельских клиник. Именно из-за радиационной болезни. Академик Игнат Матасар, который занимается изучением воздействия радиации на организм человека, так прокомментировал в интервью украинскому телеканалу судьбу пришельцев атакованных радиаций. Цитирую его. «Они будут страдать. Сильно страдать. Лучевая болезнь идет по нарастанию. Проявляется слабость, головная боль, тошнота, рвота, а дальше жидкий стул, понос и нарушение иммунитета», заявил он в эфире ТСН. По его словам, самые большие проблемы со здоровьем будут у тех, кто в течение месяца находился в самом грязном секторе зоны отчуждения, в Рыжем лесу. Чтобы заработать там как минимум вторую степень лучевой болезни, российским солдатам даже не обязательно было бы рыть окопы там. Достаточно было просто остановиться возле этой местности. Привожу его слово. Это говорит о том, что у них были поражены все органы и системы организма. Прежде всего, это кровеносная система, это образование крови, это безусловно слизистые оболочки, это нарушение половой функции. Молодые люди могут потерять способность размножаться, заявил Матасар. В свою очередь, кандидат биологических наук Елена Бурдо добавляет, что отсутствие какого бы то ни было инстинкта самосохранения у россиян в зоне отчуждения трудно объяснить логикой. Она сказала, произошла ситуация, которая характеризует отношение России к своему населению. Исходя из исторического опыта, Россия очень любила делать опыты на своих гражданах. Это можно считать неким экспериментом, который они осуществили, рассказывает Бурдо. Тем временем, глава агентства по управлению зоной отчуждения Украины Евгений Крамаренко напоминает, что рыжий лес является опасной территорией и весь персонал, который там работает, придерживается четких правил поведения. Россияне их игнорировали и, пренебрегая предостережениями, построили несколько блокпостов в указанном районе. Эксперты резюмировали. Лицо, которое в течение суток находится на этом земельном участке, получит годовую дозу облучения. Если же оно начинает увеличивать физическую активность, интенсивно вдыхать, совершать какую-то деятельность и создавать пыль, то увеличение радиационного фона возрастает в разы, заключили они. Согласно специализированной литературе, вторая степень хронической лучевой болезни это состояние организма, которое сопровождается с двигами в картине крови, а также изменениями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и эндокринных органов. Как правило, смерть при таком заболевании это далеко не редкий исход. Он наступает вследствие инфекционных осложнений, и они, очевидно, связаны с теми самыми иммунными нарушениями, о которых и говорит эксперт в сюжете ТСН. Долгосрочные последствия второй степени облучения таковы. Продолжительность жизни облученных сокращается, а вероятность заработать злокачественное новообразование, катаракту и склероз значительно увеличиваются. Это то, о чем теперь предстоит помнить каждому из тех российских военных, которые вторглись на украинскую землю через зону отчуждения. Они хотели сократить себе путь к захвату украинских городов, а вместо этого сократили себе жизнь. Все они покинули ЧАЭС еще несколько дней назад, а, как мы вчера сообщали, украинские военные восстановили контроль уже и над самой станцией, и над соседней Припятью. Зато российские военные, как сегодня выяснилось, бегут уже и из Беларуси. По сообщению журналиста Антона Матолька, из Минска в сторону Москвы потянулась огромная колонна в составе стаедниц бронетехники России, Уралов, Камазов, Кунги, бензовозов и автобусов ПАЗ. Он обратил внимание на то, что техника эта едет своими колесами, тогда как прежде ее перебрасывали по железной дороге. О причинах этого можно только гадать. Не пытается ли российское командование уменьшить число контактов с зараженными радиацией машинами? Как бы то ни было, позорное бегство российской военной саранчи из Киевской области, это лишь самый известный, однако далеко не единственный эпизод тотального отступления оккупантов по всему фронту. ВСУ гонит их со всех районов Украины. Согласно самым свежим картам боев, одну из которых вы видите сейчас на своих экранах, ВСУ контролирует в данный момент все зоны, за исключением сравнительно узкой полосы на востоке и юге страны. Как видим, синими, то есть украинскими, стали районы по всему северо-востоку буквально за последние сутки. Прежде всего, прекрасно выглядит Черниговская область, которая еще пару недель назад считалась чуть ли не кандидатом на вторую Херсонщину. Ну а теперь, как видим, и если верить последним данным, она в целом свободна от оккупантов. Накануне оттуда пришли хорошие новости. ВСУ отбили там три села – Калычевка, Ягодно и Ивановку. Как рассказал оперативное командование Пивчин в своем фейсбуке, сейчас трасса, ведущая от Чернигова на юг, в сторону города Козелец, заполнена кучей уничтоженной украинцами российской техники, а их владельцы были либо уничтожены, либо бежали. Цитирую. В настоящее время населенные пункты освобождены от расистского нашествия. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь, говорится в сообщении. В тот же день, 3 апреля, стало известно о том, что банде Путина пришлось бежать и из Сумской области. Подтверждает этот факт и глава Сумщины Дмитрий Живицкий, о чем он заявил накануне. Из его слов следует, что еще несколько дней назад русские рассчитывали окопаться там так же, как ранее пытались окапываться и в Киевской области. К счастью, с тем же результатом. Цитирую главу обл. администрации. «Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход с территории нашей области. Наши вооруженные силы совместно с терробороной начали гнать русскую нечисть через всю Черниговскую область. Мы видели много техники, выходящей в сторону России, которую догоняла наша артиллерия. Они тянули подбитые танки и бронетехнику. Это накопление войск было связано с тем, что россияне прикрывали свои недобитки, изгоняемые нашими войсками», пояснил Живицкий, указав, что на территории управляемой им области оккупанты отметились масштабным террором против местных жителей. Они вели беспорядочный огонь по жилым домам из всего своего арсенала – танков, гранатометов, автоматов и пулеметов. Теперь, судя по обстоятельствам, этот кошмар в основном остался позади. Ну а украинским военным достались очередные трофеи, в том числе БТР, а также два броневика для пехоты и транспортировки раненых. Особенно же интересно для ВСУ оказалась такая находка – накануне они нашли брошенный зенитно-ракетный комплекс «Бук» с целым арсеналом боезапасов к нему. Машина просто стояла бесхозной. Это показывает, что ее бывшие хозяева либо надеялись, что «Бук» не обнаружат, либо, скорее всего, просто покинули позиции из страха за свои жизни. Как видим, после того, как противник бежал из Киевской области, его позиции посыпались словно карточный домик на большей части всего фронта, что и неудивительно. Потеряв Киевщину, враг открыл для украинских защитников путь к Черниговщине и Сумщине, а сам в то же время потерял такую возможность сообщаться с этими районами. Оптимистичные новости приходят даже из самого пекла – Херсонской области. Там в ВСУ продолжают оттеснять оккупантов. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, основные бои сейчас идут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а защитников Мариуполя, которые продолжают держать оборону в условиях окружения и тотального превосходства противника во всем, чиновник назвал настоящей легендой. Теперь у всех этих регионов появился шанс на полное освобождение от русских оккупантов. Как следует из анализа украинского генерала Дмитрия Марченко, сейчас на юг и восток открыты дороги из освобожденной Киевской области, а значит появился шанс отправить подкрепление и снабжение на восточные и южные фронты Украины. Вкупе с артиллерией и танками, которые совсем скоро подоспеют украинцам от западных союзников, Донбасс может стать еще одной большой могилой для российских мародеров. Сейчас из этого региона буквально ежедневно приходят новости об огромных потерях россиян. Только в воскресенье в ССУ отразили там семь атак противника, уничтожив за день колоссальное количество техники россиян. Два броневика, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом, а также сбили два самолета и один дрон, а еще вывели из строя российский самолет-реатранслятор Ил-22. В результате удара систем ПВО Украины у него произошла разгерметизация кабины и экипаж вынужден был приземлить машину уже на российской территории. Всего в течение предыдущей недели в ССУ на восточном фронте отбили 51 вражескую атаку, уничтожив при этом 46 танков, 92 единицы бронированы и 87 автомобильной техники, 27 артиллерийских систем, 10 дронов, 4 самолета и крылатую ракету противника. За это время Россия не продвинулась там ни на шаг, а общие ее потери на 40-й день войны составили более 18 тысяч человек только убитыми, почти 650 танков и почти 150 боевых самолетов. Для сравнения, армия Кипра составляет 16 тысяч человек, у Польши всего 900 танков, а у Британии всего 140 самолетов. Это означает, что Украина перемолула уже такое количество россиян и их техники, которого нет на вооружении у некоторых европейских стран. В последние дни разведки Украины и стран Запада все чаще говорят о том, что в настоящее время Россия перебрасывает войска на восток Украины в попытке добиться хоть каких-то территориальных захватов. Это подтверждают и независимые аналитики из группы CIT. Они собрали видеозаписи, на которых, по их данным, видны танки, которые Россия сейчас вывела из Киевской области. Как отмечается, не все эти танки участвовали в сражениях. Некоторые изначально были в неисправном состоянии и теперь, как можно предположить, были отремонтированы. Конечным пунктом их назначения может быть город Изюм, где уже не первый день идут тяжелые бои. В свою очередь, Генштаб ВСУ сообщает, что российское командование намерено мобилизовать теперь до 60 тысяч человек. Пока что скрытно. По данным ведомства, целью захватчиков является окружение украинских сил на востоке и захват Харькова, второго по величине города Украины. Несмотря на деморализацию, плохое оснащение и низкий уровень планирования, российские военные из-за количественного превосходства, по крайней мере в технике, все еще представляют крайне серьезную опасность для украинских военных. Неясно, правда, в какой степени готовы воевать сейчас российские солдаты. Один из свежих аудиоперехватов показывает, что провалы на Киевщине и в других областях, где русские познали остроту украинского меча, начисто отбило у мародеров желание воевать против ВСУ. Очередная опубликованная украинской разведкой беседа показывает, что российские военные готовы отказываться от наград, лишь бы вернуться домой. Цитирую. «Нам здесь медали наобещали, а я говорю, идите вы все нах, везите меня домой. Мне нах не нужны ваши медали», — заявил солдат, а дальше признался, что уже просто не может слышать звука взрывов. Я, говорит, на каждый шорох реагирую. Что-то пролетает, сразу скрываюсь. На Новый год никаких салютов. «Я любого шороха боюсь». Говорит он и о том, что устал от жизни в подземелье, потому что под натиском украинских защитников российские военные вынуждены прятаться в укрытиях. «Я, говорит, приеду, могу на кладбище работать, живу два метра под землей». Что ж, тем почти 20 тысячам российских военных повезло еще меньше, чем этому российскому солдату, ведь для них два метра под землей стали их постоянным местом жительства. Спасибо, друзья, за то, что смотрите Ньюсейдер. Ньюсейдер. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Те самые комментарии, которые я всегда читаю, но, к сожалению, конечно, не могу ответить на все из них. Поддержите украинскую армию через ту ссылку, которую я даю в описании к этому видео. Там же вы найдете и ссылки на те ресурсы, через которые можете поддержать наш канал, то есть на Paypal, Patreon, банковский счет и другие ресурсы. Я бесконечно благодарен всем, кто помогает Ньюсейдер развиваться. Благодаря вам мы можем делать эти материалы и повышать их качество. До скорых встреч!